Земля цвета повернёт во тьму Поехали! Для начала я выбрал Итак, вы сказали ответить про обрезку Вот здесь будет противостояться два привычных, знакомых дел Почему? Правило один – груша, брюка, ежегодно Напоминаю, самое нежное растение так сложилось Почему? Они не любят сырость Значит, они не любят раны Вы с этим наверняка согласны Мне не надо сейчас продолжать в эту сторону двигаться Чем растения, привыкшие к сухому климату А это абрикосы и груши Более суровые яблони Более суровые яблони и сливы Также сливы и абрикосы разошлись когда-то Не зря спереваем друг на друга И даже могут быть иногда, редко, но скрещиваться Так вот Попадает в негодные условия Там, где сплошные дожди У меня пусть один год из 37 метров А где-то он каждый год Им там делать нечего Но мы хотим иметь сладкую грушу в Ленинградской области Мы хотим иметь её в Приморье Вспомните, каждый день как кручишь это в Приморье То затапливает, то заливает, то затапливает, то засыпает снегом метр Вот это же так А мы хотим Тогда первое, что мы должны Исключить обрезку в сыром месте Каждая рана А второе, она ещё А тут ежегодно Причём в других материалах Что интересно Абрикос, всё слово Меняется слово Вот это вот На абрикос и пошло Обрезку проводят ежегодно А самое страшное, когда пишут Сейчас скажу Точное название В нескольких материалах подряд Вот таких, которые попали в интернет Сейчас Абрикос нуждается в ежегодной обрезке Вот, нуждается Вот это слово меня убивает Итак, груши, абрикосы В сырых регионах резать нельзя Они гости Их нельзя резать, калечить Потому что от этого они сгнивают Вот Теперь дальше пошли Я не знаю Я стараюсь быть Как-то Доказательным Ну не знаю Получается, нет Вот Правило два Высота штамба Должна быть не менее 60 см Не более 90 см Вот Никто Никогда Вы понимаете Мне Тучит носом, что я металлург Но мне иногда кажется Что кроме Вашего Однокашника Сальма Матери Этого самого Курдюма Никто, кроме меня Начитано больше в стране нет Вот И я сейчас не хвастаюсь Начитать А тем, что я ни разу Сотни публикаций Я ни разу не встретил Такого момента Что Сеянцевое Дерево Это одно Достаточно Как ее назвать Пропорциальной хроной А почка взятая Вот Два метра От штамба Где-то там С этой светочки Вот там она Взято Из нее Выращивается дерево Подвой Дает ему возможность Вырасти на несколько метров Но она кривая Горбатая А не зная разницы Что ее надо Сохранить Каким-то образом Кривизну И горбатость Чтобы не калечить Потому что Если калечить То почему-то считается Видите 90 это почти метр А этого нет Даже И оно бывает И я таких случаев знаю Сотни Но сотни из тысячи То есть Таких высоких штампов Природа не терпит Я ниже вам покажу Я специально подготовил Все мы отдельно Вот И здесь берется ветка У нее с самого низу Вот как она пошла Пошли ветки 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 Потом еще покажу А пока в целом Общая канва Я отвечаю на ваш вопрос Вот И тут Перепутано Тут нет такого Что Ниже Выше 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 И получается Ровненько Типа елки По форме Нету этого Задача Ему не мешать Потому что Она Еще осветлять ее Когда она сама Не поняла Это вообще Лучше не трогать Тем более Раны на штампе Это опять Те же самые Пометления Ранки Камби Он замерзает Так все Ранка не закрывается Ничем Никогда Мы с Курдюмом Николаем Ивановичем Целый день Искали А он-то приехал И говорит Раны Это сам Если правильно рану Задел Это Ну С небольшими наплопчиками Сделает правильную рану Так Правильную рану То тогда она зарастет А я тебя ничего не выдумаю Где-то и до него Дойдет этот рассказ И причем Я же не первый раз Это Я на него ссорался Десятки раз Как на авторитета И на свидетеля Что в Сибири Он приехал в Сибирь Авторитет-то какой Не нашли Ни одной Зажившей рану Чуть-чуть попытки У семечковых И Растет Дерево Растет штаб И на косточках Культурах На всех На череснях На вишнях На сливах На абрикосах Вместе со штабом Растет рана А это нигде не написано Что ветка боковая Которую Из которой сделали центральную Которую помог Подвой Мощный подвой Помог ей Через силу Она должна была быть К старости Вот такой Она не почка Еще и почка Она еще может вот такая А мы из нее сделали Одно из тысяч Почек на дереве Которые Большинство из них 20 сантиметров 5 сантиметров Ну метр Мы постараемся Выбрать самую Ну метр И мы ее превращаем Центральный Проводник Он обрастает Ветками Причем тут крупная Может тут мелкая Но с самого низу И это так здорово Друзья Что Понад землей Стелится Ведь мы же придумали Это стланцевая форма Яблонь Груши уже нет Они сгнивают Вот А яблони Мы же так делаем Зачем вот это Учить-то грушу Чтобы у нее было Это А я это называю До снега Допустим 30 сантиметров 50 сантиметров И когда она Ветки начинаются От 60 Замерзает Вся крона А так бы нижние скелетные ветки Остались бы под снегом Вот И таких примеров Море И у меня таких фотографий Сотни И мы это будем проходить А пока в целом Я хочу чтобы вы Понимали так Есть дерево Сенцевое Свои правила Есть дерево С ним надо относиться Совсем по-другому Которая Почка Выпряменная К дереву Причем не всегда Ниже будет Поподробнее Вот Теперь смотрите Самое страшное Что если Ладно Больше метра нельзя Ни в коем случае А 90 можно А больше метра нельзя Да А теперь А я же не над вами Ерничаю Наташа и Оля А я над этим Это же Который раз Мне попадается И почти одно и то же И перепечатано Наверное Я видел раз 10 Эту статью Разных этих каналах Или там Эти Меняется фамилия Автора Фотографии Из интернета Вот видите Фотографии Из интернета Так И ставьте лайки А дальше идет Реклама этих самых Ядохимикатов И прочее Прочее Теперь Слишком низко Расположенные ветки За которые Я радую Не позволят Обрабатывать почву Кромсаем 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 До метра почти Кромсаем Чтобы можно было Комфортно Ну ладно бы сказал Лежать под деревом Так нет Надо уничтожить Плодородие почвы Вот возьми ты Не комфортно Да Вот слово комфортно Ну вот это слово Комфортно Уничтожать Плодородие почвы Я уверен Что Вы можете Там Пройдет сутки Двое И вы там Где-то У Туманова На этом Канале Не так Как называется То есть Это Где вы там Миллион с лишним людей Вот Это солидно Вот Вы там скажете Железа Порол чушь Обрабатывать почву надо Поэтому я на всякий случай А может быть Хотя бы промолчите Тогда легче будет Это Менять сознание людей Смотрите Значит Дерн Ну Вроде лекция Я так не могу Вот Речь сойдет С обрезки А оно Тянется Ага Раз Обрезать Давайте Обрежем Для чего Образовать почву Теперь я буду Это же как Одна целая тема Итак Вот это Называется Дерн Так Под ним Находится Сложнейшая Инженерная Коммуникация Это Когда-то Сейчас этого нет Но когда-то Это будет проходить Темирайзу Я себе не закрою А я потом Ниже Рецепт Чтобы не закрыли Так вот Но это будет ниже Итак Значит По Дернам Находится Сложнейшее Инженерное Сооружение В основном Это работа Червей Так И Расшифровываю Канализация Вентиляция Аэрация Так И этот дом Для миллиардов Существ Начинают с Самых мелких Бактерий Потом идут Грибы Потом идут Серви Вот В какой-то степени Эти самые Они Тоже Муравьи Которые я Уважаю Вот И всё это Сейчас На ваших Глазах Унистяжается Вся система Всё А кто-то Это называет Ну Понимаете Ну Почему Темирязевке Не написать Что этого нельзя Что это Дерн Не прикосновенен Что сейчас Идёт Разрушение Всего Вот И дальше Я написал Данные науки Это не я Вот что интересно Да Но наука Не наша Иностранная Фильм смотрел Как голландские Студенты Сделали Несколько Тысяч Заборов И посчитали Сколько там Бактерий На квадратный Это там Сантиметр Миллиметр Литр Миллилитр Вот Оказалось Нетронутая Почва Имеет Максимальное Количество Бактерий Вот Мне интересно Проходили Это Нет Тебе Разжики Вот Но это не я Всё 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 Я не шучу Вы не скажете Что огромная Работа Проделана В течение Несколько лет Студентами И как там были Бакалавры Не Бакалавры Я не знаю Как их зовут На самом деле Голландские Несколько тысяч Проб По всей Стране И Установили Первое Это Как бы Я забыл Третий Пункт Ну пусть будет сейчас Установили Нетронутая Почва Обладает Максимальным Нетронутым Количеством Бактерий Раз Это надо Два А вот И последнее Плодородие Почвы Зависит от Этого Количества Бактерий Вывод Вот это Делать нельзя Видите Я не применяю Я просто говорю Нельзя Применить более сильное выражение Я не имею права Я сегодня обещал быть Гостеприимным Вот Это не я Потому что Мне пришлось Впервые За много лет Или там это Мне за всю жизнь На два-три раза Пришлось Навторить это Остальное Сам придумал Именно придумал Правда Неправда Это другой вопрос Вот это вот Нельзя А началось с чего Обрезка На высоте 60-90 Чтобы можно было Комфортно Калечить дерево Оно лишается Всего Оно лишается Наоборот Кислорода Потому что Там где дернут Там не тронуты Все ходы Все Аэрация Вентиляция Канализация Там не тронуты А вы думаете Откуда я знаю Я потом уже Находил в интернете Когда не было интернета Я копал котлован Вот он Двухметровый срез Мы тогда еще Надеялись На острове Пока нас оттуда Не выжигали Я надеялся Там дом поставить Два метра Вот Все на лице Вся картина Полностью Вот бери Фотографируй И в Тимирязевку На лекцию А ты сейчас Я наберу Это Я вам показывал Несколько десятков Несколько сотен По разным причинам То есть По разным поводам По разным темам Набираешь Срез почвы Фото Пожалуйста Тысячи Темирязев Этого не знал А сейчас Это так просто И когда я вижу На одном На втором На сотом На двухсотом Вижу Что А оно высчитано Что один сантиметр Всего лишь За пятьсот тысяч лет А там всего Сантиметра Вот столько Ну а хотя Появилась Это Земля-то Что-то больно Цифры на библейскую Похожи Вот тут Можете сказать Чушь Но потом Я сейчас Только вам Попогрессацию Расскажу Если вы будете Другими Рассмотреть И вы Перестанете К этому Относиться Несерьезно Вот Если Полсантиметра Нет Не так Да Полсантиметра Сантиметр Нарастает За Тысячу лет То Извините Сколько я не смотрел Почвенный слой Появился Не миллиарды лет назад А Пять Восемь тысяч лет назад Прошу прощения Алло Железов На проводе Здравствуйте Ай Сурал Простите меня Я провожу Вебинар Сейчас Самая середина Вот Раньше Чем завтра Поговорить Не удастся Нет Нет Уже сегодня Извините Закончится По-моему Двенадцать ночи Завтра Звоните наугад Утром Днем Вечером Я буду извиняться И однажды скажу Поговорю Извините Вот И думаешь Господи А где же Это самое Это Раньше-то Где-то Земля Делать Я смотрел На глину А это Якобы Осадочная Порода А она Ровным слоем Как слоеный Пирог Причем Тут Эта Скальная Порода В общем Столько Но Если бы Тимирязева Гения Сейчас Показать Тысячу Фотографий Разрез Почел В разных Местах Родилась бы Не просто Богоискатель Родился бы Богослов Доказательствами И еще Я заранее Скажу Я чувствую Что я уже Не успею Рассказать Все что Хотел Вот Почему Я хочу Сказать Что Нам нужна Новая Религия Но религия Научная Понимаете Хватит Дурью Мается Хватит Этот Атеизм Изучать Вот Но Нужна Быть Научная Вот Разрез Посмотрят Посчитают Сколько лет Назад Появился Плодородный Слой Наконец Соображать же надо Чем Долбить Одно и Но это Я опередил Себя Это мы Все будем Изучать Нам Нужна Научная Религия И в школу Должна Прийти Не та Религия Как хотели Чтобы там Дети Зубрили Это Самое Ну Просто Библию Зубрили Нет Научная Религия Проявление Бога В повседневной Жизни Я Расскорка Нашел Вот Смотрите Одно Одно Из моих Фотографий Свеженьких Смотрите Вот это Летом Делал Здесь Эта Груша Она Вот Та Самая Вот Эта Вот Такая А я Не мешаю Расти А она Взяла И вот Здесь Нормальная Была Хрона Ну Почти Она Засохла Умерла Она Умерла До Самого Низа Но Я Оставил Ее В качестве Этого Столба Потому Что После Этого Я Что Сделал Подвязал Подтянул А Здесь Расли Великолепнейшая Груша Это Мне память У Путинкова Единственная Это Самая Беда Что Я Не Сохранил Название Сорта Вот Вкуснейшая Груша Посмотрите Если Если Б Я Мы Вы Прикнули Меня Там Про Обрезку Что Я Не То Говорю Если Б Я Отрезал Эти Ветки Это Погибло У меня Просто Это Место Было Пустое За Счет Низкой Прививки А У меня Таких Фотографий Сотни За счет Низкой Прививки Я Добился Того Что Спас Уникальный Сорт Вот И Все А Надеется Что Он Будет Красиво Я Потом Покажу Особые Фотографии Дай Бог Дожить До них Вот Волочки Важнейший Вопрос Вот Все Волочки Моста Вертикальной Ветки Вырезают На Протяжении Всего Сезона Это Делать Это Ветки Паразиты Вот Я просил Хотел Чтобы Ни одного Слова Такого Бранного Не Произнести Но Иногда Не Выдерживаю На них Не Растут Плоды Они Лишь Забирают Питательные Вещества Элементы Стимулирующие Рост Своих Положенческих Соседей Вот Эта Глупость Была Сказана В 19 Веке С тех Пор Не Изменилось Ничего Доверчи Ученых Своим Предшественникам А Как Я У меня Фотографии Сотни Я Видел Их Тысячи Волочков За свою Жизнь Вот Я Ни одного Паразита Ни Плодоносящего Не встретил Первый Второй Год Все Ладно А на Третий Год Все равно Плоды Причем Их Главная Задача Восстановить Крону Крона Гибнет Там Выше И только Тогда Появляются Ветки Об этом Не знает Никто Я Больше Уверен Что Агрессивным Тоном Вы Мне Задали Вопрос Видимо Вы Этого Не Знали Они Не Отнимают Питательные Вещества Они Просто Восстанавливают Крону Ну Я Пару Фотографий Сегодня Все Таки Мне Стыдно 125 Вебинаров Мы Эту Все Изучали Эту Фотографию Вы Видели Ну Какие Это Паразиты Они Все Плодушками Покрыты Вот А Ведь Речь Сойдет О Грушах Вот Свежайший Снимок 10 Апреля 21 Смотрите Вот Я вам Показываю Как это Выглядит Вот Это Моя Груша Кстати Видите Тазик Это Я Преваю Вот Начал В этот День Позавчера Превать Вот Это Я Подошел Бегом За Фотоаппаратом Вот Я Единственное Что Могу Себе Позволить Я Потом Их Подрежу Это Одно Год Первогодки Поэтому Имею Право Моральное Сам Себе Разрешить И Всем Разрешаю Вот На самом То Деле Они Вылезли Не Просто Так И Почему Их Никогда Не Уберут Разворачиваем Дерево Видите Дерево Достаточно Старое Больное Да Оно Мое Но Это Дерево Жертвенное Это Дерево Маточное Оно Изуродовано Поэтому У него Короче Я не говорю Что Они сразу Умирают Как вы Помните Ольга Вот Мол Калечимы Они живут Вот И это Живет Еще Долго Проживет Но В этот Момент В этот Момент Оно Начало Давать Ворачивать Себе Замену Когда Она Покроется Листьями У нее Представь У нее Вот Дождь Уже Не будет Стекать Одно Условие Груши Ее Крона Мощная Достаточно В среднем Я вам Показывал Фотографии Мне уже Стыдно Повторяться Ребята Вы знаете Пирамидальная Все стекает Вот так По штамбу Не должно Течь И как только Мы где-то Отрезаем Ветку Осветляя Скелетную Ветку Она Тут же Начинает Восстанавливать Свою Способность Сохранять Штамп От воды Это Одно Из важнейших Качеств Почему Повторяю Оно Из сухих Мест Оно Выжило Благодаря Пирамидальной Крым Я вам Показывал Приклее А тут По-моему Сейчас Хоть одну Покажу Сейчас Дойдет До нее А вот Видите Да Зачем Ну Калечить А помните Другие фотографии Мне стыдно Повторяется Когда они уже висят Не просто висят Они не искалительны У нее очень крепкая Древесина Ветки Сломать невозможно И она наклоняется Через год Два-три Наклоняется И уже вот так Видно меня Нет Вот так Висят Эти же самые ветки Вертикальные Висят вот так Я вам показывал Кучу фотографий Я вам показывал Деревья С которых висит Тридцать Сорок Шикарнейших Плодов Мировых лидеров Как Это По-другому Волнуйся Успокоиться Не могу Я так хотел Тихонечко Поговорить Спокойненько Как с коллегами